В 1954 году, когда возводились первые цеха и корпуса будущего хладокомбината, на этих складах хранились масла, рыбы, молоко, хлеб и другая провизия для госрезерва. Всего свыше 12 тысяч тонн. Уже потом склады заполнились коробками со сладким лакомством. Мы приехали сюда в 1958 году. Цех уже работал. Но оборудование было настолько простое, что лучше не придумаешь по сравнению с настоящим. Стоял большой посреди цеха эскемогенератор, в котором был раствор хлористого кальция. В нем плавали формочки. А формочки плавали, ну заливали мороженое вот такой же консистенции, ну может пожиже. Не все об этом знают, но холодный деликатес, который все так обожают, варят. Смесь из масла, сахара и молока смешивают, затем она набухает и готовится на огне. Основное сырье для производства пломбира – это, конечно, молоко, сроком не более суток. А здесь делают эскимо. Белоснежные охлажденные фигурки движутся из фризера к чаше с орехово-шоколадной массой, где температура плюс 40. За секунду лакомство застывает и автомат его упаковывает. На фабрике производят более 90 видов вкуснейшего мороженого. А люди лакомятся любимой вкуснятиной независимо от возраста – и летом, и зимой. Яна Попова, Михаил Терышкин. Местное время. Спасибо. Спасибо.